И снова здравствуйте, это Укралась в Милой Мире, мы продолжаем наши эфиры, и мы страшно рады, что сегодня с нами на связи Игорь Семиволос, я хочу напомнить, что он директор Центра Ближневосточных Исследований. Игорь, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Людмила. Игорь, я сказала вам это уже за кадром, но хочу сказать и в кадре, я просто восторгаюсь, как вы готовите всякие вкусные восточные блюда, и просто даже у вас на Фейсбуке это просто одно удовольствие это видеть. Поэтому спасибо, что вы иногда это выкладываете. Игорь, если позволите, я хотела бы поговорить о всяких разных ситуациях неожиданных, которые происходят в Ближнем Востоке, и начать я хотела бы, если можно, с Израиля и Хамаса, как там развивается ситуация, потому что там, похоже, как-то нарастает эскалация, потому что, с одной стороны, хусиды и Америка с Британией начинают говорить о том, что это будет долгая такая, долгая борьба с хусидами. С другой стороны, мы видим противостояние Израиля с Хамасом, и мы видим, что происходит с Ираном. Мы видим совершенно неожиданные заявления Америки о том, что они после того, как было несколько попаданий по американских базам в Ираке, начали вести переговоры о выводе американских войск из Ирака, что выглядит несколько странно. Ну и, конечно, к этому добавилась ситуация в Иордании, и поэтому, если можно, вот я сразу все так в один большой кошек сбросила, потому что не хочу вас лишний раз перебивать. Вот, если можно, сразу вот все такое общее давайте обсудим, если можно. Людмила, мы уже в вас эфире говорили неоднократно о том, что война в Газе будет достаточно долгой, кровопролитной, и перспектива достаточно туманная, как окончания войны, так и политического урегулирования этой проблемы в будущем. Собственно, эти прогнозы, к сожалению, оправдались. Сейчас мы видим все больше и больше, что Хамас переходит к партизанским методам борьбы, хотя он, собственно, и с самого начала активно использовал эти методы. И бороться с партизанскими методами достаточно сложно. Там нет, скажем, таких рецептов очевидных, которые бы не предусматривали достаточно жесткой критики со стороны мирового сообщества. Вы понимаете, в общем, как бы борьба с партизанами, это всегда борьба с местным населением. Поэтому любой вариант, любой вариант развития событий, как бы израильтяне не вели эту борьбу, она будет приводить к усилению критики со стороны мирового сообщества и суд, который проходил в прошлой неделе по иску Южной Африки. Это только цветочки. Поэтому, ну, такие, знаете, трезвомыслящие израильские эксперты, они говорят о том, что это была такая желтая карточка. Даже оранжевая карточка. И что, если ситуация будет продолжаться в том же духе, то рано или поздно выставят красную карточку. С другой стороны, конечно же, появляются в израильской прессе различные сообщения по поводу того, что израильское правительство на раздорожье. То есть они не знают, что делать дальше. То есть нет никакого очевидного плана политического урегулирования. А есть достаточно разбалансированная и очень противоречивая информация от правящей политической коалиции. Начиная от того, что теперь газу нужно заселить поселенцами, заканчивая тем, что газу нужно там окружить со всех сторон. Ну и там более умеренные предложения, которые предусматривают все-таки какой-то переходный этап и, возможно, создание единого управления западного берега сектора газа. Насколько я понимаю, эти заявления прозвучали давным-давно и, в общем, скорее всего, более подвергнуты серьезной критике со стороны правящего кабинета. Натаньягу в этом плане он предпочитает помалкивать. Это его такая традиционная стратегия. То есть он считает, что... И, ну, пробует закрыть рот всем остальным министрам. Правда, не очень удается. Он считает, что, в общем, нужно выиграть время, как минимум, предлагая обществу бесконечную войну с тем, чтобы в конечном итоге американцы отстали от них и уже дальше ожидать прихода Трампа, если это произойдет. Ну и, соответственно, уже решать вопрос с новой администрацией. Это такая стратегия, которая, очевидно, просматривается. Американцы это понимают и начинают более активно воздействовать, хотя неформально. То есть формально, публично они поддерживают Израиль. Тут в этом плане ничего не изменилось. Они публично, конечно, давление, и это, признают их израильские эксперты, возрастают на правительство. Здесь, как бы, игра становится серьезной, особенно с севером, с Хизбаллой, потому что, с одной стороны, мы слышали неоднократно заявление ультиматума со стороны Израиля о том, что если Хизбалла не отойдет на север от речки летания, то, соответственно, они предпринят военную операцию. С другой стороны, пока это выглядит, скорее всего, угрозами, не более того, потому что реализовать это будет достаточно сложно без дополнительной финансовой поддержки со стороны США. А дополнительная финансовая поддержка, как известно, там же, где и украинская финансовая поддержка. Ну, то есть, другими словами, это все как бы откладывается в какой-то долгий ящик, и параллельно, конечно же, все пытаются искать какие-то политические пути выхода. Из таких вот громких заявлений, которые можно оценивать как некое новое слово, но это новое слово достаточно в старых мехах, о мехах, потому что, как бы, это предложение уже звучало. Оно звучало в начале 2000-х годов, оно звучало, в общем, как бы до 7 октября, когда Саудовская Аравия говорила о том, что цена нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем является конкретные действия по созданию палестинского государства. Ну, поскольку этого пока нет, тут Натаньягу, надо отдать ему должное, озвучил как минимум позицию своего правительства о том, что никакого палестинского государства не будет создан. Вот, поэтому это предложение тоже повисло в воздухе. Арабские страны не очень хотят, как бы, на самом деле, участвовать в каких-то поствоенных урегулированиях в ГАЗе, но это еще ко всему прочему сталкивается с позицией палестинцев, которые в значительной степени выступают против этого, то есть против любого вмешательства, в том числе и арабских стран. Я допускаю, что эта позиция имеет историческую глубину, потому что мы знаем в свое время, когда арабские страны вызвались защищать палестинское население во время войны 1948 года, и в результате оккупировали Западный берег и сектор ГАЗа. Причем Западный берег и Ордания аннексировала и присоединила к Орданию. Поэтому палестинцы, помню о прошлом, они как бы не особо горят желанием, чтобы там появились какие-то арабские армии, которые якобы будут их защищать. То есть палестинизация вообще этого конфликта, она однозначно. Общество, давайте тут это очень важно говорить тоже, палестинское общество в целом не настроено на переговоры. Как, впрочем, и израильское. Тут в этом плане, по сути, эти два общества сейчас находятся в таком состоянии конфронтации. Общественное мнение потеряло доверие к мирному процессу. То есть никто не верит в этот мирный процесс. И сейчас такая точка зрения, которая доминирует, она больше присутствует на Западном берегу, который, к счастью, не разрушен, чем в ГАЗе, потому что население ГАЗа страдает более очевидно от результата этой войны. Я считаю, что с израильтянами бессмысленно договариваться. Примерно та же самая позиция сейчас достаточно сильно распространена в Израиле. Но тут надо отметить, это характерно как для палестинского общества, так и для израильского общества. Дело в том, что альтернатива еще хуже. Бесконечная война. С условием того, что окончательного решения палестинского опроса невозможно. Поэтому придется так или иначе принимать болезненные решения, в том числе, наверное, в Телегию. Это, скорее всего, отложенная перспектива по состоянию на сейчас, по тому состоянию общества, всего отношений и так далее. Если задать вопрос палестинцам по поводу того, что, собственно, какую альтернативу вы можете предложить, то все равно относительное большинство, не большинство, не полностью, не 50%, но относительное большинство, и на первом месте все равно будет позиция Туста и Салюш. То есть два государства, палестинское государство в границах 67-го года и так далее. То есть в этом плане все равно основа для мирного урегулирования сохраняется. Я допускаю, я не читал последних опросов общественного мнения в Израиле, но я допускаю, что если по истечении определенного времени, не прямо сейчас, потому что сейчас все накручены, в том числе и пропаганды и так далее, по истечении определенного мнения провести опрос, то вот это такое относительное большинство будет выступать с тех же позиций. То есть на Ближнем Востоке нередко бывает так, что вот после такого ожесточения, которое возникает, в силу обстоятельств понимания того, что в общем как бы с этой ситуацией нужно выруливать каким-то образом, общественное мнение меняется. Ну и последнее в этом плане, если мы говорим об Израиле, именно об этом конфликте, то, конечно, это сама позиция Натаньягу, и вообще вот разговоры в израильском обществе о том, нужно ли сейчас проводить исследование событий 7 октября. Здесь тоже мнения разнятся, то есть есть те, которые в основном это оппозиция, которые требуют провести немедленно расследование, потому что и так все очевидно. Есть те, которые говорят, что нужно расследование провести после окончания войны, и собственно, если взять вот эти две позиции, то это большинство общества. Другое дело в том, что Натаньян будет делать все для того, чтобы максимально оттянуть окончание войны. хотя бы для того, чтобы найти какой-то выход для своего правительства, для представителей сил безопасности, для тех генералов, тех людей, которые принимали решение накануне 7 октября, и, соответственно, которые отнесут ответственность непосредственно за все это дело. То есть пока вот так это все происходит, эскалация конфликта, но я бы сказал, что оно вышло на плато, то есть там продолжаются бои, продолжается окружение Ханьюниса, попытки, значит, соответственно, расчленить хамасовскую оборудовую в самом Ханьюнисе, но при этом, при всем, конечно, хамасовцы проникают в газу, на север газу, продолжаются обстрелы. То есть вот это классическая партизанская борьба. То есть вы можете предположить, что вы зачистили этот участок, но потом через какое-то время там опять появляются засады, а когда вы считаете, что это участок безопасный, то, соответственно, вы ведете себя более расслабленно. Ну и вот можно пустить в засаду, можно подорваться и так далее. То есть вся эта история может затянуться на очень долго. И это прямое, имеет прямое отношение к Красному морю. Потому что поводом для начала войны с Израилем стала операция в газе. Хуситы, которые на тот момент были достаточно маргинальны. Маргинальны в каком понимании? Понимание того, что конфликт в Йемене в какой-то момент исчерпал себя. То есть он стал уже менее очевидным. Американцы вывели хуситов из ранга террористических организаций и, соответственно, из списка этого. И настойчиво предлагали Саудовской Аравии и другим странам начинать переговоры с хуситами. Возможно договариваться о каком-то окончании конфликта. Разделе власти, проведении выборов и тому подобное. То есть хуситы получили новое дыхание, новую жизнь благодаря этому. Они выскочили на вершину всего этого конфликта. И они получили новый смысл всего этого. То есть это не какая-то междуусобная война внутридемена, между там резинными группами, там шиитами, суннитами и так далее. А это уже как бы борьба за справедливое дело против империализма, против колониализма, против израильского сионизма и так далее, и так далее. То есть это как бы список такой, который как бы находит поддержку у значительной части Арабской улицы. Второй момент. Хуситы, конечно же, нашли Ахиллесовую пяту. Я считаю, что Красное море это, конечно же, реальная Ахиллесовая пята, но это было понятно еще времен сомалийских пиратов. А сейчас с теми средствами поражения, которые есть у хуситов, эта задача становится более доступной, более реализуемой. И по сути удары, которые наносит коалиция по хуситам, она, конечно, приводит к определенным результатам. Я не могу сказать, что там, собственно, они бесполезны. Нет. Они серьезно уменьшают их возможности, но это не происходит в геометрической прогрессии. То есть это очень медленно-медленное уменьшение этих возможностей с непонятным вообще как бы возможностью восстановления части этого потенциала. Вполне возможно, я допускаю, что за это время было завезено огромное количество подземных схронов или какие-то мастерские или сараи, или гаражи, неважно. Вот запчастей для всех этих дронов, которые можно клепать на коленке и, в общем, хуситы точно так же спокойно могут это делать. И это означает, что эффективность нанесения ударов будет уменьшаться по мере того, как выбьют основные такие пункты, которые известны разведкой, разведкой. а вот все остальное, соответственно, цена войны будет расти. Поэтому нужно будет принимать рано или поздно какое-то решение, связанное то ли с блокадой этой побережью полностью, Кусийского побережья, то ли, ну, скажем, с наземной операцией. Может быть, кратковременная наземная операция, но наземная операция мы знаем, как кратковременными не бывает. Не бывает, да. Не бывает, особенно с хуситами, особенно с йеменцами, потому что это все в очень сложных климатических и природных условиях, географических условиях. Саудиты уже показали, насколько Йемен может быть эффективен, йеменские бойцы. И это нужно постоянно, значит, осуществлять этот подвоз под ротацию и всего прочего, что опять-таки ставит под угрозу личный состав корабли. Ну, в общем, нетривиальная операция. Нетривиальная. Есть, конечно, вероятность того, что если война в Газе закончится, то хуситы могут, скажем, сказать, вот мы победили. Ну, и все. Но тут это могло бы быть, если бы это было какое-то комплексное решение, в котором бы участвовала Саудовская Аравия, другие страны, соответственно, это было бы опять удаление хуситов ансарала этого списка и, соответственно, начало переговоров, нормализация отношений и тому подобное. Но пока этого не предвидится. А второй момент, если бы не было Ирана. А вот Иран заинтересован в том, чтобы это продолжалось. Игорь, а можно буквально на секундочку вас перебью, пусть меня простят наши зрители. Просто вот за последнее время несколько статей в крупных изданиях о том, что Америка попросила Китай, чтобы Китай попросил Иран, чтобы Иран попросил хуситов. И это выглядит прямо убийственно. Нет, нормально. Нормально? Абсолютно. Смотрите, это все просто, это же как это. То есть, Китай заинтересованный в этом маршруте, правильно? Хуситы говорят китайцам, вы проходите, мы вас стрелять не будем. Ну, это же кто говорит? Ну, там, на уровне руководства. А хусит, там, боец Ансарала, который сидит с этой ракетой, он что, понимает, то китайский, то не китайский, но идет пароход. Ну, да. Поэтому, ну, и плюс страховки, все прочие вещи, которые, как бы, накладываются на все, весь этот список. Поэтому Китай, конечно, он скажет, хуситовый, спасибо большое за то, что вы так вот с барского плеча позволили проходить Красное море, но это, это рискованно, рискованно. Доказано, кстати, на России, правда? Да, То есть, что же они разрешили, а потом отстреляли? Ну, то есть, вот классические, то есть, там запобежины, когда-то, как бы, от дурака нет, кто дострелит, обязательно. И, если, если кому-то, если всем не положено ходить Красным морем, да, в связи с хуситами, то, значит, всем. А это что это такое? Значит, это китайцы, соответственно, вступили в заговор с хуситами, да? Ну, как-то некрасиво. Поэтому, китайцы заинтересованы в этом деле. Естественно, китайцы имеют хорошие инвестиции в Иране. Естественно, Иран имеет хорошие инвестиции разного плана в Йемнию. То есть, схема вполне нормальная. Только вот, кто, как говорится, это все передаст? С этим большие проблемы. Ну, вот, поэтому, пока это все звучит красиво, схема вроде как рабочая, но она как-то пока не работает. Да. Но, в принципе, интригующе. Это говорит о том, что, в общем, как бы мы имеем реальную глобализацию мира, и все зависит от всех, и, соответственно, ну, нужно каким-то образом и выруливать из этой ситуации. И, опять-таки, вот, все упирается в той или иной мере в Иран. Иран, он, ну, я допускаю. У них там есть экспансионистские намерения. Это очевидно, Тот же самый Сулеймани, Касам, который, которого Трамп в аэропорту аннигилировал. Он в 12-м году, когда началась арабская весна, выступал перед слушателями ихней академии, этих курсов ихней, корпуса стражи исламской революции в Куфе, и говорил, что вот арабская весна открывает нам новые возможности. То есть, вот окно возможностей открылось, потому что старые псевдореспубликанские режимы сыпятся, соответственно, обездоленные народы и религии, группы, религиозные группы поднимают голову, ну, имел в первую очередь, конечно, шиитов. И, соответственно, мы имеем возможность реализовать наши цели и задачи, которые мы ставили когда-то в 79-м году после исламской революции, как экспорт исламской революции. Но сейчас они, конечно же, не такие романтики, как это было в 79-м году, они сейчас более прагматичны, им нужно защитить Иран. И лучше защищать Иран на чужой территории, то есть, где-нибудь глубоко на на поле врага. Потому что для иранцев все эти арабские страны это враги. Потому что они судниты, потому что они долгое время вели с Ирана войну, потому что они имеют территориальные претензии, постоянно угрожают Ирану, и вообще все вокруг Ирана им угрожают. То есть, наша задача иметь стратегическую глубину, чтобы война не была на территории Ирана, как это было в 80-м году, когда началась иракско-иранская война, а соответственно мы должны вести войну где-то там. Ну, это очень похоже на российскую концепцию. Единственное, что россияне сразу туда еще эти территории загребают под себя. Иранцы вроде бы пока этого не делают. Но в принципе похоже. и Иран он опасается, реально опасается. Они считают, что есть два врага, ключевый глобальный враг, это Соединенные Штаты Америки и коалиция вся, британцы и все прочие. Ну, и Израиль. Это в регионе, и он тоже как бы претендует на определенную гегемонию, и вся эта гонка вооружений, в том числе и ядерная программа, она во многом, конечно, упирается в наличии отсутствия у Израиля ядерного оружия. Вот это как бы канва вокруг всего это крутится. Хамас дал хороший пас иранцам. Иранцы в какой-то степени им воспользовались, но Хамас как и в общем как бы ожидалось, использовали и выбросили. То есть Хамас им не нужен. как такой. То есть они используют сентимент по отношению к сентименту, по отношению как бы к Палестине. Но им судьба конкретных палестинцев, потому что они гибнут, их не волнует. Их волнует Хизбалла. Хизбалла, да, Хизбалла для них это важный важный и серьезный сдобуток достижения. достижения, ну скажем так, достижения на Ближнем Востоке. Они его и слепили из того, что было, но в общем это было действительно их детище с самого начала. И поэтому любые угрозы Хизбалла, они вероятно будут восприниматься как прямая очевидная угроза. Хотя это тоже не факт. Это тоже не факт. Но здесь шансов на то, что это произойдет больше. И поэтому сейчас то, что мы видим обстрелы американских баз, удары, вот эти Микота и Бхизбалла, то есть вот эти всякие группировки шиитские, которые действуют на территории Ирака, на территории Сирии, экспедиционный корпус Аль-Кутс, корпус стражи исламской революции, это же та же самая вид сбоку. И другие мелкие организации, которые объединены в так называемый фронт сопротивления. то есть это такая тоже Иран, ну некое такое подобие прокси-войны иранской, которую они ведут, гибридной войны, которую они ведут в этом регионе. Они сейчас в основном обстреливают американские базы. Главная задача, конечно же, это вызвать с одной стороны определенную реакцию американцев, с другой стороны это с учетом всех событий, которые происходят в Америке, дискуссии между демократами и республиканцами, подлить масло в огонь. Вот это все эти дискуссии и ко всему прочему, границам Израиля, Украине и так далее добавить еще вот эту ситуацию. Они дергают тигра за усы. Я очень надеюсь, что это тигр. Очень надеюсь. Это хорошо. Байден скажем так, сделает паузу. Мне нравится эта пауза. Месть должна быть холодной, все правильно, это все звучит очень по-италийски, хотя Байден ирландец. Но тем не менее. Но главное, чтобы она не затянулась до бесконечности. И вот здесь развилка, которую мы еще не пришли. Мы там остановились и вот после этой развилки топчемся. Потому что очень громкое заявление, которое прозвучало, что Байден сейчас принимает самое серьезное решение своего президента. Что это? По Иордане после вот этой ситуации? Что это? Я не знаю. Хорошо, давайте разбомбим тихера. Ну, или Куф. Или еще чего-нибудь. То есть это все, конечно, такое. сутка юмора, но в общем ситуация не очень понятная. Вот очень много неопределенностей. Игорь, можно на одну секундочку только? Вот сегодня Кирби же выступая, он сказал, когда Иран сказал, что мы не при чем к ситуации в Иордании, Кирби сказал, вы их финансируете, значит, вы тоже частично при чем. И он напрямую обвинил руководителей Ирана. Это прозвучало. И теперь дальше что? Дальше что? Дальше Большая война, это же опять-таки получить такую порцию критики от Трампа на пустом месте, это надо быть самоубийцем. То есть понимаете, они не дураки, они хорошо умеют просчитывать вот эти нюансы, в том числе и внутреннюю политическую ситуацию в Штатах, играть на вот этих противоречиях. даже сама война в Красном море, она как бы, ну, Саудовская Аравия воевала с Хуситом пять лет. И вроде бы, как она должна сказать, ура, наконец-то, не, ой-ой-ой, можно мы где-нибудь сторонки постоим и выражаем серьезное беспокоение. да, в этом, в этом вся, как говорится, прелесть всего этого региона. Поэтому, да, значит, иранцы пробуют расширить границы возможного, то есть отодвигая красные линии. Вот, хорошо, мы обстреляли, ничего не было, или там, ну, там, стрельнули куда-то в пустое место, в пустыню, где-то там стоял Катай Бхизбалла, да, ну, вот, хорошо, значит, можно еще раз стрелять. То есть это всегда такая очень опасная игра, но это игра, это стратегическая игра. Поэтому, когда мы говорим о том, что американцы начинают переговоры о выходе из Ирака, это уже стратегическая американская игра. Потому что начать переговоры это не значит выйти из Ирака, это начать переговоры. То есть это может длиться долго, это может быть какие-то условия и так далее и тому подобное. То есть это целая серия переговорного процесса, который предусматривает целый ряд условий для того, чтобы вопрос безопасности, связанный исламским, террористическим государством, исламское государство был урегулирован. А он урегулирован? Нет, он не урегулирован. Исламское государство существует тихонько, тихой сапой продолжает воевать. И выйдут оттуда американцы, и что? Завтра они опять возьмут половину Ирака и будут наступать на Багдад? А шииты будут разбегаться? Ну, это же уже было в 2014 году, да? Поэтому при всем, как говорится, пафосе иранского правительства, иракского правительства, и готовности вывести американские войска, они будут делать это все медленно и аккуратно. Ну, чтобы потом не кусать свои локти. Вот. Поэтому с одной стороны, это важно для американской, вероятно, публики закончить этот конфликт на Ближнем Востоке, чтобы американцы не гибли на Ближнем Востоке. поэтому переговоры о выводе войск, это входит как бы условно говоря, пакет урегулирования, пакет возвращения наших ребят с войны домой. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это произойдет не завтра, не послезавтра, и может быть, не произойдет никогда. Ну, потому что обстоятельства, все меняется очень быстро и непонятно, что будет завтра. В конечном итоге есть еще иракский Курдистан, в котором американцы присутствуют более плотно, сидят и не хотят оттуда уходить. А турки там, конечно, пытаются договориться с правительством в Багдаде, и турки пытаются договориться по этому же поводу с Тегераном, и они не хотят опять-таки обострения ситуации на своих восточных границах, на границах с Ираном, и они хотят понимать, что произойдет с иранским Азербайджаном. Ну, то есть, все это накладывается одно на другое, и мы уже забыли о Васламабаде и Белоджистане и всех прочих этих прелестях кочевого образа жизни. То есть, все это крутится вокруг Ирана, и вызова у него становится все больше. Кроме того, всего прочего у Ирана, да, конечно же. А иранцы здесь загнаны в определенную вилку принятия решений, и у них единственный пункт, которым они видят, который они могут идти, это, конечно же, Россия. они в эту сторону и пытаются сманеврировать. Китайцы, ну, да, это интересно, но китайцы не так работают. Они же, да, они, в принципе, могут быть более эффективными, чем русские китайцы. а на русские они как бы понятнее. Ну, уж долго они воевали друг с другом, иранцы, и русские, и в общем общие границы, и общие интересы, и там, и так далее. Они сейчас даже идеологически очень близки, у них произошла, у россиян происходит консервативная революция, такая, как в 79-м году происходила в Иране. Только единственное, конечно же, там, Путин как бы эволюционировал в Хамени, вот так что. То есть, может, он и был им, просто он открывался. Но, ну, вот это, этот процесс очень, очень близкий по духу, поэтому, я думаю, что идеологически они очень близки, потому что все-таки китайцы, коммунисты, там, все прочие вещи, они как бы не очень воодушевляют иранцев, хотя, ну, естественно, что они могут на это закрывать глаза, потому что деньги не пахнут, потому что это все очень хорошо, потому что китайцы профинансировали им вообще эту всю дроновую инвестицию, сделали, то они же их мультиплицировали. То есть, иранцы там клепали в гаражах своих этих дронов, а тут пришли китайцы, говорят, давайте мы дадим деньги, и вы сделаете, наконец, теперь вот, дроны, как вы хотите, ну, градцы оказались неплохими инженерами, а китайцы неплохими финансистами, но это, это эпизод этой игры, да, этого взаимодействия, да, у китайцев, если посмотреть, там, до прошлого года, когда Раиси ездил в Пекин, и они приезжали, там, в Тегеран, у них же прямых инвестиций было там практически ничего, и они там планов громаде нарисовали, что там будет 300 миллионов, там, или еще чего-то больше, инвестиций, ну, это же тоже, а может быть, а больше 3 миллиарда, не помню, ну, в общем, как-то меня поразила эта цифра, наверное, все-таки не 300 миллионов, но пока этого ничего нет, то есть, китайцы, они просто так, за спасибо, деньги не вкладывают, им тоже необходимы гарантии, безопасности, а поскольку там все на соплях держится, они, они, из этого исходят, да, и еще, да, ну, есть же еще, как бы, Пакистан, у которых с Китаем очень хорошие отношения, а тут, конечно, они рассчитывали, там, что вот сменят, талибы придут, и будет как-то лучше Афганистан, лучше не стало, теперь талибы говорят, вообще, Лидии Дюренде, это вообще непонятно, это не граница, это вообще какая-то, давайте мы опять наши пуштунские вопросы под ними будем решать, то есть, другими словами, Китаю, Пакистан, вероятно, сейчас намного важнее, чем, допустим, Иран, А Пакистан и Иран, ну, это все-таки не близнецы и братья, далеко, даже, даже рядом не стояли, вот, все это в целом, короче, создает такую вот интересную картинку, да, ну, и мы тут тоже немножко участвуем. Игорь, спасибо вам огромное, спасибо за то, что были сегодня с нами, очень вам благодарны, спасибо. Игорь Семевалов был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно признательны, благодарны вам, наши спонсоры на платформе и Патреон, оставайтесь. Игорь Семевалов